МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 атлетов национальной паралимпийской сборной представят страну в Токио. Глава государства пожелал им успеха. Страна встречает героев. В медальном зачете Казахстана на Олимпиаде две бронзы. Достижения спортсменов Алматинской области. Более 2,5 миллиардов тенге в Искельдинском районе реализуется новый масштабный инвестиционный проект. Солнце, воздух и вода. Программа закаливания казахстанцев предусматривает дешевый и доступный транспорт для туров выходного дня. Фотоохота на нарушителей чистоты и порядка. Теперь выбрасывающих мусор в неположенных местах фиксирует фото ловушки. Изображение позволяет зафиксировать лица нарушителей и госномера их авто. Как известно, в связи с пандемией летние Олимпийские и Паралимпийские игры перенесли на год. И в этом году мировые старты все же проводятся. Казахстанцы завоевали 96 лицензий на Олимпийские игры и 25 на Паралимпийские. Они также пройдут в Токио на тех же площадках, где сейчас проходят 32-летние игры. С 24 августа по 5 сентября. Президент Казахстана Касым Жомар Тукаев перед отправкой спортсменов встретился с членами национальной сборной 16-х летних Паралимпийских игр. Глава государства отметил, наши атлеты отправляются защищать честь страны в столь представительном составе впервые в истории независимого Казахстана. И хотя из-за пандемии Международный Олимпийский комитет не допустил иностранных болельщиков, на стадионы и трибуны, мы будем держать кулачки за всех участников нынешнего мирового фестиваля спорта. И особенно за девятерых представителей Алматинской области, представляющих страну на Олимпийских играх и троих на Паралимпийских. Около 20 тысяч человек в стране регулярно занимаются инвалидным спортом. 500 из них входит в состав национальной сборной. Попасть на Паралимпийские игры уже невероятный успех, подчеркнул президент. Не говоря уже о самом участии в крупнейших стартах четырехлетия, где нужно вложить еще больше усилий. Казахстанские параспортсмены наряду с мировыми вдохновляют миллионы людей и меняют представление о пределах человеческих возможностей. Ваши спортивные достижения способствуют социальной интеграции людей с особыми потребностями. Вы проделали большую работу во время подготовки к Паралимпиаде. Сам факт, что вы получили лицензию, это большое достижение нашего паралимпийского движения. Я хотел через вас передать мои слова приветствия, благодарности всем паралимпийцам Казахстана. Паралимпийцы наряду с олимпийцами гордость государства. И оно, в свою очередь, будет всегда поддерживать их во всех начинаниях, заверил президент Республики Казахстан. Сегодня уже решены многие вопросы от обмундирования и обеспечения спортинвентарем до финансирования зарубежных поездок. После вашего последнего посещения Паралимпийского центра любое упоминание паралимпийцев с участием государства вливается в большую историю для инвалидов. Мы смогли за этот год, за последние три года привлечь более тысячи простых инвалидов, для того, чтобы они приходили заниматься просто для начала спортом. Мы имеем за последние четыре года, мы просто сравниваем четырехлетним периодом с Рива, феноменальные результаты, потому что у нас на сегодняшний день 600 профессиональных спортсменов по разным видам спорта. В президентский дворец на встречу с главой государства прибыли сильные духом и мужественные люди, среди которых и представительница Алматинской области, серебряный призер по пауэрлифтингу прошлых летних игр в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева. Она также поблагодарила Касымжо Марта Токаева за поддержку и особое внимание к паралимпийскому спорту. Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпийские игры. Спасибо вам за поддержку. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы достойно представить Казахстан и поднять флаг нашей страны на этом крупном спортивном событии. За годы независимости нашей страны национальная паралимпийская сборная Казахстана завоевала две золотые и две серебряные медали. По словам главы государства, эти успехи достигнуты благодаря любви к спорту и усердному труду спортсменов с ограниченными возможностями. Паралимпийское движение, оно занимает особое место в нашем спорте, да и в мировом спортивном движении. Поэтому не сомневайтесь, что соответствующее внимание со стороны правительства, общественников будет, безусловно, оказываться в вашей работе. Вы настоящие герои. В завершении встречи Касымжо Март Токаев отметил, что все казахстанцы будут следить за выступлениями и горячо поддерживать спортсменов. Победа паралимпийцев станет великолепным подарком к 30-летию нашей независимости. Страну представят 25 спортсменов, среди которых трое представителей Алматинской области. Вместе с Раушанкой Шибаевой в Токио поедут Рахимжан Хамаев и Гульбану Абдыхалыкова. Старт с 16-м паралимпийским игром будет дан 24 августа. Лилия Штогрина, Аманжел Жункешев, телеканал ЖДСУ. Да, в эти дни внимание всего мира приковано к спортивной арене Олимпиады в Токио. Из 96 лицензий, завоеванных спортсменами Казахстана, на нынешние летние игры 9 представителей Алматинской области. И уже более десятка лет на мировых первенствах, в том числе и Олимпийских играх, награды стране и региону приносят наши тяжелоатлеты. В минувший четверг страна встретила своих героев. Игорь Сон и Зульфия Чиншанло покорили пьедестал почета на 32-летних Олимпийских играх в Токио и привезли в Казахстан бронзовые медали. Казахстан встречает своих героев спорта. В аэропорту города Алматы приземлился самолет, на борту которого прилетели бронзовые призеры Олимпиады в Токио. Тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон. Олимпийские подмостки разделили сильнейшими тяжелоатлетами планеты. Тем не менее, сумели противостоять жесткой конкуренции и добыли заветные медали. На родине их встретили преданные поклонники, близкие, родные, а также представители Акимата Алматинской области. Сразу же после приземления самолета герои Олимпиады встретились с журналистами на пресс-конференции, организованной прямо в аэропорту. Смущенные большим вниманием и уставшие после длительного перелета, они коротко ответили на вопросы. Игорь Сон признался, что не ожидал, что одержит по 4 килограмма. Штангист поднял впервые. Теперь это его личный соревновательный рекорд. Было непонятно. Я еще тогда не понял, что произошло. Воспитанник Уштубинской школы тяжелой атлетики добавил, что планирует продолжить свой спортивный путь. Он хочет встретиться на помосте с сильными атлетами и побороться за олимпийское золото. Если у Игоря Сона эта олимпиада была дебютом, то для Зульфии Чиншандло летние игры в Токио уже вторые в ее жизни. Напомним, представительница Алматинской области единственная штангистка, которая после скандала с допингом продолжила свою спортивную карьеру. Причем весьма успешно. Ее бронзовая медаль на вес золота. Ведь возвращение на помост после дисквалификации далось ей нелегко. Это очень трудно. Это процесс очень-очень трудный. Поэтому сегодня для меня на бронзовом медали уже отлично. У выхода из аэропорта спортсмена встречали как национальных героев. Около ВИП-входа их ждали более ста человек с цветами, плакатами и шарами. С приветствием ко всем собравшимся выступил казахстанский тренер по тяжелой атлетике Алексей Ни, воспитавший Илью Ильина, Светлану Подобедову и других чемпионов. Он сказал, что блестящее выступление Сона и Чиншандло это победа всей тяжелой атлетики Казахстана. Сон прорвался. Игорь ехал, но я думал, будет он в шестерке, это будет хорошо, потому что я знал всех соперников. Там и чемпионы мира, и призеры Олимпиады, там сильные были ребята. И в итоге первое, второе место разыграли, а за третье боролось пять человек, в том числе Игорь. И тоже тренера тактически очень грамотно разыграли все там. Хоть не засчитывали ему там, тоже два подхода не засчитали, но в итоге он поднял столько, что соперники потом не смогли. Ни японец, ни Саудовские Аравии не смогли. Игорь, он уроженец Уштоби, они оба представляют Алматинскую область. Я очень благодарен Акиму, начальнику управления спорта, всем, кто пять лет ее поддерживал, и кто Сона, Уштоби, начиная воспитывал. Это вид, область – это одна из ведущих. В копилке казахстанской национальной сборной на сегодняшний день три награды. Напомним, первую бронзовую медаль в копилку команды на 32-х Олимпийских играх принес дзюдоист Ильдос Сметов. Цветы, овации, признание спортивного таланта, добрые слова поздравлений – все это для одного героя спорта. На малой родине, в городе Уштобе, соотечественники встретили бронзового призера Олимпийских игр в Токио, тяжелоатлета Игоря Сона. Напомним, по итогам двоеборья воспитанник Уштобинской школы тяжелой атлетики поднял 294 килограмма, 131 в рывке и 163 в толчке. Теперь это его личный соревновательный рекорд. Так встречают Игоря Сона на родине спортсмена, который показал всему миру, чего стоит казахстанская школа тяжелой атлетики. Недавний юниор завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Если учесть, что пока на 32-х летних играх наши атлеты завоевали три бронзовые награды, то вклад в копилку сборной штангиста из нашего региона более чем ощутим. Очень огромная работа проделана. И сильно, сильно вообще переживал. Ну, когда я увидел его, мы там пока спорту транслировали, когда я его в разминочном зале, он 120 уронил, ему 126 выходить. Буквально там 2-3 минуты осталось. На разминке уронил 120. Но, зная его, я как-то был уверен, что он первым подходом справится. А когда вышел на помост, я посмотрел в глаза его, и у меня уверенность появилась, что он сейчас покажет результат. Здесь, в Уштобинском спортивном зале, будущий герой Токио начинал свои первые шаги в большой спорт. Как и многие мальчишки, он перепробовал много дисциплин, в числе которых бокс и борьба. Но решил остановиться на поднятии штанги. У 12-летнего парня тогда даже в мыслях не было заниматься этим нелегким ремеслом профессионально. Пришел он за компанию с друзьями, а в итоге остался в нем до сегодняшнего дня. Мой первый тренер, получается, Мун Леонид Валентинович. Потом, так получается, то, что он ушел с этого спорта, он стал тренером по футболу, и меня, получается, как бы забрал Сергей Владимирович Сидов в Талдокурган в спортинтернат. И вот с тех пор я начал, как бы, ну, думал, в сказку попал, но, оказывается, там совсем не сказка. Да, там надо было пахать, он меня сделал пахать. Я с детства рос с ним, получается. Герой спорта встретился с воспитанниками родной спортшколы для того, чтобы рассказать ребятам про Олимпиаду, какой он увидел ее своими глазами. Напомним, вовсе заявляет о своем воспитаннике его личный тренер. Ведь дебют спортсмена на Олимпийских играх стал незабываемым триумфом. Сам Игорь считает, что лучше заработать бронзу, чем ничего. Это только на взгляд обывателя кажется, что главная победа – золотая медаль. Однако каждый спортсмен знает, сколько труда и усилий стоит за вторым и третьим местами. А самое главное – это соревновательный опыт. Борьба, которая закаляет твой характер лучше, чем безоговорочная победа. До выступления я не хотел делать прогнозов, как я говорил, потому что загадывать – это как бы… Там загадаешь, я медаль возьму, а ты тут не взял, и все, и народ уже по-другому думает. А тут я просто коротко и ясно сказал, что хочу хорошо выступить, шесть подходов, и как бы на большее не рассчитываю, но помост покажет, я сказал. Кроме упорства и целеустремленности с детских лет Игорь отличался своими лучшими человеческими качествами. Еще ребенком он много думал о том, как помочь своему младшему брату, страдающему ДЦП. Призовыми деньгами он намерен оплатить курс лечения в одной из лучших клиник Южной Кореи. Я всегда и сейчас говорю, что если, да, конечно, дай бог, я заработаю хорошо, я хочу помочь своему родному братишке, они только из-за этого уехали в Корею на лечение. Он, получается, болеет ДЦП, и немаленькие деньги нужно, чтобы вылечить. Я говорю, Игорь, ты вечером поужинаешь, а в утром ты успокойся. Придешь, я тебе деньги дам, ты здесь покушаешь, потом будешь в соревновании, потому что вес определенный, ты можешь стать чемпионом области. Ну, он так и делал. Я ему даю деньги иногда, вот так, не иногда, как соревнование. Он пойдет, покушает, и обязательно шоколадку там, Сникерс или Марс берет, покупает. Я, говорит, Леонид Валентинович, взял шоколадку для Глеба. У меня спрашивают, Леонид Валентинович, я могу стать чемпионом Олимпийских игр? Я говорю, конечно, если ты будешь работать, мы устанешь. А зачем ты такие вопросы задаешь? А сколько там премиали мне дают? Я говорю, по тем временам было 250 тысяч Олимпийскому чемпиону. Тебе и квартиру дадут, и машину дадут. А для чего ты у меня спрашиваешь? У меня младший брат Глеб, ДЦП. Ну, он ходить не мог. Я хочу его на ноги поднять. Впереди у нашего земляка подготовка к грядущим не менее важным соревнованиям. А это значит много работы, упорных тренировок, надежд, волнений и новых достойных наград. Но одно он знает уже твердо. Олимпийская награда начинается с мечты. И если очень захотеть, то ничего не сможет помешать. Ребята, желаю вам больших успехов именно в спорте. Это очень такая медаль, да? Кровью и ботой я заработал эту медаль. Так что тренируйтесь, пошите, слушайтесь тренеров. Никогда с тренерами не спорьте. И все у вас получится. Самое главное – слушайтесь тренеров. Пошите, тренируйтесь. Почти на 70 миллиардов больше в Алматинской области определен дополнительный объем финансирования на 2021-2023 года. Большая часть средств будет направлена на улучшение социальной жизни населения, в том числе постройка и капитальный ремонт пяти школ, увеличение зарплаты учителей и государственных служащих, обеспечение инженерными сетями и другие направления. Об этом стало известно на седьмой внеочередной сессии Маслехата Алматинской области. Также в рамках заседания были обсуждены и другие планы развития региона до 2023 года. Второй главной темой стал результат проведенных на сегодняшний день работ. Большое внимание уделено и другим требующим поддержки сферам. Проведено уточнение бюджета. И в этот раз депутаты уделили особое внимание сельскому хозяйству. Сейчас в области ведутся работы по восстановлению ирригационных сетей. И в регионах, где пока идет работа, нужно поддержать сельхозтоваропроизводителей. Поэтому в поддержку данной отрасли выделено более 2 миллиардов 200 миллионов тенге. По многим направлениям также ведется активная работа. В общем, объем средств на развитие региона был выделен немаленький. В том числе учтено дополнительное финансирование инженерной инфраструктуры в населенных пунктах и ряд социальных вопросов. В нынешнем году погода не устает преподносить людям сюрпризы. Ее капризы некоторым регионам страны обошлись очень дорого. Жаркая и засушливая весна, а вслед за ней и палящее лето поставили в затруднительное положение не только фермеров Мангистауской области, но и всю животноводческую отрасль целого региона. От нехватки кормов идет падеж скота. Зная трудную ситуацию соотечественников, тут и там стали организовываться облаготворительные акции по отправке на запад страны кормов и сена. Активную работу по поддержке животноводов Мангистау провели крестьянские хозяйства Янбекши Казахского района. Особую лепту внес Аким области, выделив дополнительно 20 вагонов сельхозкормов. Отправленный минувшую среду караван поддержки уже дошел до пункта назначения. В связи с жарой и засухой снизился объем заготовки кормов, из-за чего с трудностями столкнулась животноводческая сфера. Однако в Алматинской области дела идут сравнительно хорошо. Особенно это касается Янбекши Казахского района. Местные жители смогли обеспечить кормами не только свои крестьянские хозяйства, но и помочь мангистауским собратьям. Увидев по интернету ситуацию в Мангистауской области, я от всего сердца захотел помочь соотечественникам. Подумал, почему бы не запустить такую акцию? Ведь любой путь легче, если преодолевать его дружно. К нам присоединились многие люди и даже организации. Я верю, что вместе мы справимся с любыми жизненными ситуациями. Только в селе Ашасай усилиями неравнодушных волонтёров было собрано более трёх тонн кормов для скота. Посильную лепту вносит каждое село района. Общественное объединение Уисунтауо предоставило почти 4,5 тонны кормозаготовок. И это при том, что число отзывчивых сограждан увеличивается с каждым днём. Мы очень хотели помочь нашим братьям из Мангистауской области, а потому собрали всю посильную помощь. Здесь два вагона корма. В таких сложных ситуациях мы должны помогать друг другу. Я считаю, что это долг всех соотечественников нашей страны. Своё участие в благотворительной акции принял и областной Акимат. Усилиями представителей власти было выделено дополнительно 20 вагонов кормов. В общей сложности объём благотворительной помощи составил порядка 60 тонн. Она дойдёт до адресата уже 30 июля. Рустам Аралбаев, Хурманжан Хасамжанова, Аманжоу Жункешев, Телеканал ЖТСУ. А в Алматинской области в животноводство привлекаются новые инвестиции. Молочно-товарная ферма на 600 голов впервые появится в селе Карабулак Алматинской области уже в следующем году. Масштабный проект, инвестируемый иранской компанией, предусматривает как улучшение генофонда крупного рогатого скота в регионе, так и увеличение производительности качественной молочной продукции. Местные животноводы намерены получать до 7 миллионов литров молока в год, а это значит, что существенно повысится экспортный потенциал из Кельдинского района, соответственно и области. Высококлассное оборудование ведущих брендов мира, полностью автоматизированный производственный процесс и 600 голов крупного рогатого скота отборной австралийской породы. Возводимая молочно-товарная ферма из Кельдинского района обещает стать одной из передовых в регионе. В состав животноводческого комплекса войдут два коровника. Стоимость лишь одного из них – один миллиард тенге. Впрочем, большая часть инвестиций пришлась на покупку двух современных кормораздатчиков и систему ленточной очистки. Другими словами, для поддержания чистоты в коровниках от навоза и экономной раздачи корма дойным коровам отныне не понадобятся рабочие руки. В помощь фермерам придёт искусственный интеллект. Начальный этап строительства фермы. Первый блок завершили уже на 70%. В прошлом месяце к нам поступили австралийские коровы в составе 33 голов. Уже к ноябрю этот показатель будет увеличен до 270 голов КРС отборной породы. Активными темпами мы внедряем здесь все самые новейшие технологии. За счёт автоматизации и роботизации производства хотим уменьшить нагрузку на рабочих. Одновременно с этим повысить производительность труда. Суточные надуи из коров галштинской породы составят 18 тонн в год до 7 миллионов литров сырого молока, которое затем будут развозить не только во все уголки страны, но даже за рубеж. Как утверждают животноводы, прибывшие в прошлом месяце племенные коровы уже готовы к отёлу. Соответственно, производительность молока и молочной продукции, а также генофонд высокопородного крупного рогатого скота увеличится в разы. На экспорт мы пока что отправляем лишь мясную продукцию. Примерно 30 тонн ежегодно экспортируем в Кыргызстан. А с открытием собственной фермы наладится также внешняя торговая связь и с Ираном за счёт сбыта молочной продукции. Валовый надой по району на сегодня составляет 102%, а с запуском нового объекта показатели увеличатся до 106%. А что касается кормовой базы, мы заключили договор на поставку силоса с крестьянским хозяйством Юсимбина Файден. Другими словами, создаём все необходимые условия для получения качественной продукции. Создать все необходимые условия намерены для работников фермы. По словам владельцев, неподалёку от комплекса запланировано строительство 28-ми местного общежития с полностью бесплатным проживанием и питанием. И это далеко не всё. Главная цель производителей – создание целой линии производства молока и молочной продукции. По заверениям фермеров, это станет возможным за счёт возведения собственного завода. Как говорится, обеспечат качество продукции от фермы до прилавка. Одина Смогулова, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. Бренд возвращается в Алматинской области на новый этап выведенной работы по возрождению знаменитого Алматинского опорта. Учёные казнии плода овощеводства готовятся к сбору урожая в Помологическом саду Толгарского района. Уникальный сад опорта в рамках программы возрождения Алатауского бренда был заложен в 2015 году на площади в 5 гектар. Немало усилий было приложено экспертами Национального института плода овощеводства, дабы вернуть, казалось бы, утерянный сорт ароматных яблок. Первый этап по возрождению опорта начался в 2009 году. Он положил начало исследованиям в лабораторных условиях. Они продолжились до 2014 года. В результате учёным удалось вывести саженцы с помощью микроклонирования и формам по генетическому коду, подходящим к опорту. Например, в данном саду на 5 гектарах посажены яблони на подвое сиверса. Это дикий сорт яблонь, который отличается своей выносливостью к болезням и перепадом температур в резкоконтинентальном климате. Благодаря такой основе деревья легко прижились и уже дают плоды, отмечает эксперт Саги Салтанбеков. Этим деревьям уже 6 лет. Собрать полный урожай мы планируем в 2022-2023 годах. Таким образом, эти 5 гектаров опортовых насаждений будут маточно-черенковым садом, который полностью обеспечит чистыми, высококачественными побегами Алматинскую область. Другие подходы по возрождению опорта считаем научно необоснованными и безрезультативными. Стоит отметить, что фундаментальные исследования проводятся в Памологическом саду вот уже более 80 лет. Однако на сохранение уникальной коллекции плодовых и ягодных культур требуется немало сил и финансов. А так как Памологический сад содержится на скромные средства, поступающие от государства, в виде программно-целевого финансирования ученые сообщества считают, что саду необходимо присвоить особый национальный статус. Генофонд нашего Памологического сада составляет почти 1700 сорта образцов культурных растений, интродуцированных, то есть завезенных из-за рубежа, и местной селекции. Вот непосредственно здесь, где мы с вами стоим, находится сад 1985 года посадки. Это сад Апорта. Сейчас, в настоящее время, поскольку сад уже старый, ему почти 40 лет, чтобы сохранить эти формы, его ввели в культуру инвитро, в культуру тканей, и сохраняет в ладохранении, в пробирочном материале, и в криогенах, это в жидком азоте. То есть работы проводятся, но они шагнут на ступеньку выше, конечно, если будет поддержка государства. Таким образом, уже в следующем году ученые смогут получить первый готовый урожай знаменитого Апорта и возродить чудо житесуской природы. Стоит отмечить, что на территории области высажены порядка 20 тысяч гектаров ценных садов. Аделя Кшаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИЦУ. Минздрав предупреждает, коронавирус расширяет ареал обитания и намечает новые жертвы. С появлением в стране штамма Дельта, кривая распространения вируса поползла вверх. Ежедневно в республике регистрируется более 7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. И хотя в первой битве в прошлом году врачи оказались буквально под молотом вируса, в этом году они готовы сражаться за жизнь и здоровье населения во всеоружии. Есть и необходимое оснащение, и коечный запас, и лекарственные препараты. Однако беспечное отношение людей к своему здоровью приводит к сложным последствиям. В настоящее время лечение от опасной инфекции получают около 91 тысячи казахстанцев. Из них порядка 235,5 тысяч в стационарах. А более 150 пациентов в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Министр здравоохранения видит причину в нежелании жителей страны вакцинироваться, что порождает всплеск распространения инфекции. Статистика неутешительна. Число зараженных коронавирусом в стране на сегодня уже свыше 600 тысяч казахстанцев. По сравнению с июнем среднесуточная заболеваемость выросла более чем в пять раз. Ковидные стационары переполнены, что привело к перегрузке системы здравоохранения. В Минздраве подчеркнули, почти все заболевшие не вакцинированы. В зоне повышенного риска заражения коварным недугам ряд таких городов, как Нурсултан, Шымкент и Актубе. А согласно матрице эпидситуации, 16 регионов страны находятся в красной зоне. В желтой – одна лишь Туркестанская область. В данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла до 2000 человек в сутки, то в июле текущего года рост составил более чем в три раза, или 6925 человек. В два раза увеличилось и число пациентов, находящихся на лечении. Тому причина – несоблюдение гражданами санитарных норм. Казахстанцы продолжают массово посещать заведения, перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Так, по ошибку выявили более 23 тысяч посетителей с опасным статусом. Из них почти 14 тысяч с положительным ПЦР-результатом. Так, на сегодняшний день использовано 8,6 миллионов доз вакцины. Из них первым компонентом привито 5 миллионов 230 тысяч 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 миллиона 436 тысяч 617 человек. Тем не менее, злейший враг современности не дремлет, а потому Алексей Цой принял решение увеличить количество коек в стране в полтора раза. На сегодня инфекционный коечный фонд заполнен на 53%, реанимационное отделение – на 49%. А учитывая нынешнюю удручающую эпид-обстановку, единственным эффективным способом навсегда оставить пандемию в прошлом, санврачи называют присвоение гражданами коллективного иммунитета. В этом плане наша страна приблизилась к намеченной цели уже почти на 53%. Высокий уровень заболеваемости казахстанцев коронавирусом побудил главного государственного санитарного врача страны принять новое постановление с введением ряда ограничений. Учитывая, что все регионы на сегодня все еще находятся в красной зоне, локальные постановления приняли и главные государственные санврачи областей и городов республиканского значения. Эпид-обстановка в Алматинской области на сегодняшний день тоже оставляет желать лучшего, что подразумевает также введение дополнительных карантинных и ограничительных мер. Главный государственный санитарный врач Алматинской области принял новое постановление. С 26 июля в области ужесточаются карантинные меры. В будние дни вводятся частичные ограничения работы мест большого скопления людей. В основном объектов общественного питания, фудкортов, спортивных и оздоровительных центров и ряда других. Участники программы «Ашик» в будние дни смогут работать до 20 часов. Без приложения «Ашик» только до 17. В выходные же и праздничные дни вновь вводится локдаун, то есть запрет деятельности объектов общественного пользования в субботние и воскресные дни, независимо от участия в проекте «Ашик». С сегодняшнего дня вступает в силу новое постановление санитарного врача Алматинской области. Согласно постановлению, у нас участники проекта «Ашик» от места общественного питания работают до 8 вечера. Если это не участник «Ашик», то он работает до 5 вечера. Кроме этого, на субботу и воскресенье торговые центры, торговые дома, открытые рынки, пляжи должны приостановить свою деятельность. Касаются вводимые ограничения и общественного транспорта. В выходные дни движение по некоторым маршрутам будет приостановлено, а некоторые улицы перекрыты. В субботу и воскресенье не будет работать общественный транспорт по городу Талдукурган. Также будет ограничение движения для всех видов транспортных средств в квадрате улиц Шевченко, Курманово, Акенсара и Кабанбай-Батыра. Там будут, соответственно, установлены полицейские посты. И, соответственно, по этим улицам, по этому квадрату будет практически полностью приостановлено движение транспортных средств, кроме машин спецтранспорта и так далее. Для максимального снижения распространения заболевания главный государственный санитарный врач постановил проводить дезинфекцию в зданиях ряда учреждений, ввести дистанционный формат работы и обучения и обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Карина Пфайфер, Габита Бадрахманов, телеканал ЖТСУ. «Привьемся, прорвемся» под таким названием «Управлением здравоохранения» совместно с Управлением внутренней политики Алматинской области был запущен новый челлендж. Требования предельно просты. Нужно получить прививку от коронавируса на камеру и разместить видеоролик в Инстаграм под хэштегом «Привьемся, ЖТСУ» и «Привьемся, прорвемся, ЖТСУ». Челлендж продлится до 25 августа. Стоит заметить, в области для проведения иммунизации развернуто 244 прививочных пункта, в том числе 174 в сельских больницах и врачебных амбулаториях. Вакцинации задействованы и частные медцентры. В регионе их 10. Услуги по добровольной иммунизации оказывают также 17 передвижных медицинских комплексов и 71 мобильная бригада. Об этом на брифинге журналистами заявил заместитель руководителя управления здравоохранения Палматинской области. Арман Дженсингиров призвал граждан к активной вакцинации. Для того, чтобы победить опасный недуг, необходимо привить как минимум 60% жителей. Лишь в этом случае получится создать коллективный иммунитет. У нас в области было поставлено 4 типа вакцин. Это спутник ВИМ, КАСКОВИТИН, ХАЯТ, ВАК и коронавак. По температурному режиму они все разные. Спутник ВИМ у нас по холодовой цепи должен придерживаться минус 20 градусов. Для этого у нас закуплены и имеются автоморозильники, а также при всех прививочных пунктах также имеются морозильники. ВИМ, КАСКОВИТИН и коронавак, они температурный режим, как на обычных вакцинах, от 2 до 8 градусов. То есть проблем у нас никаких не возникает. Солнце, воздух и вода – наши верные друзья. Именно под этим девизом врачи предлагают закаливание организма. Особенно в летний период. Умеренный загар, тактильный контакт с горячим песком, свежий воздух и купание рекомендуют медики и иммунологи против всех вирусных заболеваний. В том числе и против COVID-19. Ведь, как и любой вирус, передающийся воздушно-капельным путем, он представляет угрозу именно ослабленному иммунитету. Хотя, конечно, средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование все еще актуальны, как никогда. Тем не менее, количество отдыхающих на местных зонах отдыха в последние два года значительно увеличилось. В том числе выбирающих туры выходного дня. Для жителей и гостей мегаполиса ближайшим водоемом со всей необходимой инфраструктурой и песчаными пляжами является Капшагай, на который можно отправиться всего за 80 тенге и без пробок. В прошлом году из-за пандемии и последующего локдауна движение пригородного поезда было отменено. Возобновление маршрута Алматы-Капшагай произошло 22 июня. Теперь добраться до Капшагай и обратно можно не только автобусом и личным транспортом, но и в комфортабельном вагоне общего типа. Он отправляется в рейс с вокзала Алматы-1 в 7 утра, а обратно из города Капшагай в 8 часов вечера. Оплату можно произвести с помощью транспортной карты ОНАЙ или наличными. В обоих случаях стоимость будет составлять 80 тенге. Данный маршрут во многом пользуется спросом у тех, кто проживает в мегаполисе, а работает в Капшагае. Поэтому отправление происходит ранним утром. Но также есть и туристы, которые хотят добраться с комфортом. В целом дорога со всеми остановками занимает 1 час 50 минут. В летний период возможность воспользоваться поездом крайне необходима, отмечают представители районного акимата города Капшагай. В связи с эпидемиологической ситуацией многие граждане страны выбирают внутренний туризм. И поток на пляже Капшагая значительно вырос. К данному времени в солнечном городе уже отдохнули порядка 120 тысяч туристов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В этом году у нас действует 126 зон отдыха из 216 имеющихся. В условиях пандемии все они работают согласно постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан. С 26 июня заполняемость на зонах отдыха не превышает 50%. Также внедрены системы АШИК. Мы наблюдаем очень большой поток туристов. Если в прошлые годы так было только на выходные, в текущем году пляжи заполнены и в будние дни. В текущем году, по прогнозам специалистов на зонах отдыха Капшагая, свой уикенд проведут порядка 400 тысяч человек. А если посчитать отдыхающих на городских пляжах, то эта цифра увеличится до 900 тысяч. Аделья Кжаркенова, Ербол, Атантьелов, Телеканал ЖИЦУ. Штрафной кадр или сезон фотоохоты. Уж сколько раз твердили народу, чистота – залог здоровья. И чисто там, где не ссорят. Однако к некоторым жителям областного центра лучше применить штрафные санкции. Для выявления стихийных свалок сотрудники служб жилищно-коммунального хозяйства уже применяют космические технологии, спутниковые обследования, благодаря чему за несколько лет удалось уменьшить количество загрязненных мест вдвое с почти 800 до 400. Тем не менее, свалки все еще растут, как грибы после дождя. Потому экологи Алматинской области вынуждены ставить фотоловушки для выявления нарушителей чистоты и порядка. Приборы помогают не только зафиксировать номер авто, на котором мусор привезли, но и распознать лицо нарушителя, а значит, предъявить ему штраф за нарушение административного кодекса страны. Природа ЖИТСУ богата биоразнообразиями, полна уникальными пейзажами. Однако в условиях современности уже привычной картиной стали и стихийные свалки. Таковых только в областном центре выявили сразу 78, и это лишь с начала весны. Как утверждают местные экологи, одной лишь уборкой и профилактической беседой с нарушителями порядка проблему не решить. А потому специалисты придумали более действенный метод охраны окружающей среды от загрязнения – установку на местах охотничьих фотоловушек. В этом году закупили фотоловушки. С бюджета 20 штук. И у нас еще есть обслуживающая компания, которая обслуживает нас полигон города Талдыкурган. Они, инвесторы, тоже присоединились к этой пилотному проекту, закупили еще 20 штук. Мы сейчас по 12 точкам их расставили, по 3-4 штуки. Нарушители у нас есть. Это административное правонарушение, 505-я статья, от 5 до 20. Если это организация, чуть больше пойдет наказание, в зависимости от тяжести, скажем, нарушения. Настоящий сезон фотоохоты развернулся на территории всей области. Если за чистотой внутри жилых массивов следят блюстители порядка, то на окраинах круглосуточный обзор ведут 40 скрытых камер. Впрочем, нововведенная система наблюдения действует всего полтора месяца. Но за этот короткий срок уже удалось выявить два нарушителя порядка и даже привлечь их к ответственности. Общее количество снимков мы прорабатываем, просматриваем. И если находим нарушение, то мы его, соответственно, пересылаем в общую группу, где вот у нас все представители. Они дальнейше выписывают протоколы нарушения в случае выявления. Несанкционированные свалки на территории области мы выявляем с помощью виртуального геопортала путем космического мониторинга. Он осуществляется четыре раза в год. Другими словами, в каждый из сезонов в наше ведомство поступает снимок, на котором отмечены места скоплений отходов. Эти точки затем мы берем под свой контроль. Теперь с появлением фотоловушек мы можем вычислять нарушителей, не выходя в рейды. Несмотря на то, что проект действует пока еще в пилотном режиме, он уже успел стать отличным подспорьем в борьбе с экологическими нарушениями. И более того, значительно облегчил работу специалистов по выявлению нарушителей административного законодательства. Немаловажна в этом и роль космического мониторинга. Благодаря съемкам со спутника на территорию области удалось выявить 870 мест скопления отходов. 50% на данный момент уже ликвидированы. Впрочем, оставшийся объем работы экологи совместно с местными властями должны завершить до 16 августа. Новая визитная карточка скоро появится в райцентре Ескельдинского района. Это современный парк площадью почти в 6 гектаров. В нем предусмотрены 3 универсальные спортивные и 6 игровых площадок для детей всех возрастов. Новый объект станет не только центром притяжения любителей активного отдыха, но и первым столь масштабным местом культурного досуга населения. Стоимость проекта более 500 миллионов тенге. Как утверждают подрядчики, позади самый сложный этап работы – очистка территории, поскольку участок возводимого объекта десятилетиями простаивал без пользы. Для того, чтобы привести земли в надлежащий вид, понадобились 18 рабочих, пара единиц техники и два месяца работы. С 90-х годов этот парк простаивал, можно сказать. И сейчас, в данный момент, с прошлого года мы начали, сдали предложение в областной Акимат, сделали, имеется в виду, проект, предложили, нас поддержали. После сдачи этого объекта, я уверен даже, что будет очень красиво и для досуга, так как здесь будет очень много архитектурных форм, сцена будет здесь. В общем, максимальные условия для отдыха и проведения досуга населения. Специалисты нашли применение не только простаивающему участку, но даже прогнившим деревьям, которые после спила пройдут непрямиком в печи мусорных полигонов, а послужат теплом, малообеспеченным семьям в зимнее время. На замену будут высажены более тысячи новых деревьев и кустарников декоративных пород, которые гармонично впишутся в ансамбль сооружения. Данные деревья, которые сейчас спиливаются силами подрядчика, ТО «Монолит», и с их инициативой тоже, наша инициатива была, то есть охватываем малоимущих семей, малоимущие, многодетные. Сейчас в данный момент около 10 семей охвачены дровами, которые мы обеспечили. Также еще планируется около 10-15 семей охватить, помочь дровами на зимний период. Новый объект, строительство которого завершится к лету следующего года, послужит не только центром притяжения для любителей активного отдыха. Вместе с этим он станет поистине излюбленным местом культурных деятелей и гостей региона, поскольку здесь возведут мобильно-разборную сцену для проведения любого рода массовых мероприятий. Предусматривается площадка для общего сбора людей при проведении массовых мероприятий предусматривается сцена мобильно-разборная для уменьшения площади застройки. То есть только твердое покрытие. И если не проводятся мероприятия, то эта территория используется как просто общая площадь парка. Проектное предусматривается устройство трех универсальных площадок, на которых возможна игра в волейбол, баскетбол и футбол, мини-футбол с искусственным покрытием травяным. Парк площадью почти 6 гектаров станет первым в истории райцентра масштабным местом массового отдыха населения. Потому проектировщики постарались рационально использовать каждый его уголок. А за счет хорошей инфраструктуры, кроме прогулочных и игровых зон, сцены и спортивных площадок к услугам отдыхающих будут размещены точки питания и мини-аттракционы. Одина Смогулова, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. Такими сложились эти уходящие семь дней глазами моих коллег. Я желаю вам удачной и продуктивной новой рабочей недели. С вами была Одина Смогулова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.